Десятая юбилейная Иволга ставит новые рекорды. В этом году на крупнейший молодежный форум страны пришло более 20 тысяч заявок от талантливых юношей и девушек из 78 регионов России. На этапе отбора на одно место приходилось более 10 человек. Участники, которые прошли жесткую конкурентную борьбу, доказали, что заслужили право попасть на поляну Мостряковских озер не только словом, но и на деле. Их уникальные разработки, амбициозные идеи и инновационные проекты в будущем станут надежной опорой для производственной и экономической отраслей. Технические изобретения, оптимизация процессов на предприятиях, внутренний туризм, медицина, создание одежды, сельское хозяйство, добыча ресурсов и полезных ископаемых, образование и многое другое. В этот раз участники и организаторы действительно оправдали главный слоган «Иволга. Форум без границ». Авторы, которым удалось защитить свои проекты, получили финансовую поддержку от государства. Молодежь сегодняшняя, которая представлена на «Иволге», это молодежь, погруженная в нашу экономику, погруженная в развитие гражданского общества. Те люди, которые действительно не видят своего будущего, без будущего нашего региона, без будущего привозка федерального округа и России. Это люди, которые действительно сегодня делают завтрашний день всей России. Это серьезно и главное, что это очень взвешено. Я пришла с проектом производства детской одежды, потому что все мы знаем, что сейчас многие магазины, многие бренды закрылись или ушли с рынка, или логистические цепочки нарушены. Детки растут, спрос растет, а предложений не так много. Поэтому я посчитала, что производить детскую одежду, и тем более у меня есть опыт семейного бизнеса в этой сфере, самое время. Проект под названием «Ресурсный центр первой помощи» как бы название говорит само за себя. Он предполагает создание материально-технической базы, в которой могут воспользоваться нуждающие в этом учителя, преподаватели СПО. Студентам будет предоставлена возможность изготавливать материалы для хоккейной площадки, также изготовление деревянных игрушек и других материалов, нужных для техникума. Мой проект – это дерматоскоп, то есть он нацелен на то, чтобы сканировать на теле человека родинки и с помощью нейросети их обрабатывать и показывать, есть ли у человека меланома в данной родинке или нет. Участники, которые приехали на форум впервые, пообещали вернуться на поляну Мострюковских озер и в следующем году. На 11-й Иволге они тоже хотят защищать свои проекты, ведь форум действительно вдохновляет и открывает перед молодежью неограниченные возможности и новые горизонты. Для всех гостей организаторы провели десятки тематических лекций, семинаров, выставок, квизов и викторин. Авторитетные спикеры с мировым именем общались с ребятами, делились своим опытом и отвечали на вопросы участников. У нас очень много разных мероприятий, которые раскрывают наши черты, которые помогают нам знакомиться, узнавать что-то новое. И когда развивается мир, так же хочется и развиваться самому, и поэтому получаются только положительные эмоции. Здесь очень много открытой молодежи, открытых людей. Именно они меня подпитывают. И я думаю, это лето я запомнила всю жизнь. В заключительный день 10-го молодежного форума на поляну Мострюковских озер приехали почетные гости. Полномочный представитель президента Российской Федерации Игорь Комаров и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Они осмотрели тематические площадки, познакомились с участниками и организаторами. На торжественной церемонии закрытия Дмитрий Азаров и Игорь Комаров поздравили ребят с окончанием форума и подвели его итоги, наградив авторов лучших проектов. Ваша инициатива, ваше желание двигаться дальше, улучшаться и улучшать мир вокруг себя, ставить новые задачи и перед организаторами, участниками, перед организаторами форума и перед всеми нами. Будем совершенствовать форматы, будем думать, как больше желающих вместить, как учесть ваши все интересы, потому что все это делается для вас. Я хочу пожелать вам всем успехов, реализации ваших идей, самых смелых. Именно для этого проводится Иволга, чтобы дать старт, дать возможность, вдохновить вас. И уверен, каждый из вас найдет соратников, найдет друзей, вместе с которыми сможет больше, сможет больше на благо нашей великой страны, России. Я уверен, что мы увидимся вновь. Вы хотите увидеться вновь? Кульминацией церемонии закрытия стал яркий концерт с участием артистов российской эстрады. Когда на небе над легендарной поляной Мострюковских озер засияли яркие июльские звезды, на сцену вышел хедлайнер концерта «Певец и танцор Нелетто». Для всех участников и организаторов форума время пролетело незаметно. Вдохновленные юноши и девушки уже возвращаются домой, чтобы рассказать своим друзьям и близким о незабываемых днях, которые они провели в одном из самых красивых мест Самарской области. Сохранив яркие впечатления, новые знания и теплоту от общения друг с другом, они точно смогут реализовать свои идеи и достичь новых высот. Стать настоящими профессионалами своего дела. Каждый из участников знает, что Иволга не заканчивается. Ведь новая встреча будет уже совсем скоро. Анатолий Головко, Константин Головин. События.